Всем привет! И я решила вам прочитать свою сказку. Сказку о Мармеладной Леденцовой в стране прекрасной принцессе Элли и удивительном принце Энви. Жила-была прекрасная и добрая принцесса Элли. Она жила в очень красивом замке, построенном из смеси стиля готического барокко и ренессанса, взявши все самое лучшее из них. В том замке часто слышалась самая красивая музыка великих классиков. Моцарта, Чайковского, Вагнера, Бетховена, Баха и так далее. Это придворные музыканты играли для нашей красавицы. Возле замка стояли белые мраморные статуи. С одной стороны богиня Афродита, с другой Аполлона. Также возле замка, где жила принцесса Элли, был очень красивый фонтан. Выложена из белого мрамора статуя видеть девушки, несущий поднос, на котором лежали грозди винограда. А посередине стоял кувшин, из которого лилась чистая родниковая вода. Возле того фонтана произрастал красивейший сад. В том саду росли разные деревья, которые были всегда в цвету. Некоторые из этих деревьев имели различные плоды. Вишня с разноцветными плодами, шелковица, яблони с молодильными золотыми и серебряными яблочками. Также в том саду росли и различные цветы. Розы без шипов, орхидеи, лилии, гвоздики, тюльпаны, нарциссы и так далее. Каких там только не было! Которые принцесса срывала и делала из них себе разные красивые платья. А также плела венки из роз и покрывала ими своим прекрасные светлорусые волнистые волосы, спадавшие на велоснежные плечи крупными локонами, вокруг которых порхали красивые огромные бабочки или божьи коровки, изредка садившись на ее платье, чтобы немножко отдохнуть или вкусить нектара. В том саду были слышны пения в виде прекрасных трелей соловья, либо малиновка услаждала слух вечно юной прекрасной принцессы. Принцесса очень любила гулять по тропинке этого дивного сада и кормить из рук птиц, либо животных, оленят, ягнят, козлят, кроликов, бельчат и так далее. Также она и сама любила петь песенки, которые сама придумывала. Ее голос был такой нежный и вместе с тем восхитительный, своей частотой, словно колокольчик. Часто она пела, и вокруг нее собирались все животные птицы. Соловьиные трели ласкают мой слух, розы взор мой небесный ласкают. Я пегасову пряжку свою запрягу, улечу в замок счастья, любви и рая. В замке той я живу, я вокруг цвет и радость, и цветы, и деревья в цвету. И одна лишь любовь с красотою, я в свой замок, сад возле замка, тебя привезу, и останусь навечно с тобою. Также возле замка было удивительное и восхитительное озеро. Вода в нем была кристально чистой, теплой, словно парное молоко, и прозрачное, в которое можно было увидеть песчаное дно, состоявшее исключительно из крупных ровных камушков, одинаковой величины. Также можно было увидеть, как золотые рыбки вали с хвостики, резвилась листь в том озере. На бейверхности озера росли разноцветные кувшинки, над которыми порхали бабочки. Принцесса Элли часто садилась в свою золотую лодочку, запряженную двумя прекрасными белыми лебедями, и полыла на другой берег. Там, на другом берегу, паслись ее любимые пегасы, которых она запрягала в велоснежно-позолоченную повозку, и летала вокруг замка по воздуху, либо садилась на своего белоснежного коня-единорога, и пускалась голубом по своему лесу, состоявшему из плодово-ягодных деревьев. Однажды, когда она каталась на своем волшебном коне-единороге по лесу, то, выехав на полянку с белой земляникой, решила немного пройтись и полакомиться чудесной ягодкой. Вкусив несколько ягод, вдруг ее потянуло в сон, и она заснула, и ей приснился удивительный сон. Снится ей, будто находится она в невидомой стране, где все здания состоят исключительно из леденцов, текут мармеладные реки, а правит той страной удивительно прекрасный принц Энри, волосы которого вьются темными локонами, а глаза черны, словно смоль. Элли просто влюбилась в него с первого взгляда, и он будто бы даже ее знает и уже любит своим всем жарким сердцем. Энри приглашал ее посетить его дворец. Сказав ей, что найдет ее и женится, вдруг надевает ей на палец обручальное кольцо с небольшим бриллиантом в виде сердца и целует страстно в губы. От этого поцелуя принцесса проснулась вся в поту и желаний быть только с ним. Но каково же было ее удивление, когда на ее правом безымянном пальце закрасовалось то колечко из ее сна. Неужели это правда? И она была в той стране. Еще она вспомнила, как принц Энри сказал о том, что это кольцо непростое, а волшебное, и если она захочет его увидеть, то ей достаточно просто потереть бриллиант, и она очутится в той стране. Принцесса Элли решила проверить истинность своего сна, а заодно снова увидеть своего возлюбленного. О, как она его любит! И вот она уже в той стране стоит у мармеладно-лимонадной речки. Но как же ей переплыть на другую сторону? Только подумала об этом принцесса Элли, как тут же возле нее очутилась шоколадная лодочка, такая легкая и воздушная, покачивающаяся от ласкового дуновения и теплого ветерка, резная с двумя витыми веслами из белого шоколада. Элли села в нее и поплыла. Весла сами грибут. И доставили лодочку с ней до противоположного берега. Только опустилась прекрасная принцесса на сахарный берег, как тут же возникла ровная дорожка из разноцветного манпасси. Вдали которого был виден разноцветный леденцово-марципановый замок. Весной с разными башенками, колокольчиками. Колокольчики, какие все позвякивают, цинь-цинь, словно ее приветствуют. Элли идет. Цинь-цинь. Удивительно их слушать, но еще больше смотреть, как поблескивают на солнце золотистый леденцовый. Выкупала замка. И чем более она дивилась, тем более красивым становился разноцветный замок. По бокам манпансиевой дорожки росли дикованные деревья, на которых внизу по зеленой леденцовой траве бегали удивительные животные, напоминавшие антилор. Они бегали на своих тоненьких хрустальных ножках и срывали леденцовые цветы, а на их тонких шеях висели серебряные колокольчики. И так же, как из замка позвякивали, цинь-цинь, создавая все вместе удивительную мелодию любви. Какие это было грациозные, прекрасные животные. Изредка можно было наблюдать, как маленькие ребятишки играют с этими животными. Некоторые из них играли на серебряных флейтах, в такт колокольчиках. Были и такие, которые просто качались на позолоченных качельках. Так же принцесса видела очень красивых женщин в белоснежных полупрозрачных платьях, сквозь которые можно было видеть грацоту и грациозных их божественных тел, а волосы которых были собраны вверх в речёждливой форме прически, изредка спадавшей на их плечи. Они сидели на красивых резных стульчиках, играли на золотых и серебряных арфах. Музыку, которая лилась и журчала, унесом всем звукам окружающего пространства. От этой музыки, прекрасной и необычайной музыки, внутри принцессы Эль просыпалась её и пела душа. Заслушавшись этой музыкой, любуюсь окружающей её красотой, принцесса Эль наконец дошла до замка. Подойдя к замку, принцесса Эль остановилась возле крутой и витой золотой лестницы. Сердце Эль бешено заколотилось, словно хотело выпрыгнуть из груди. «Что я здесь делаю?» Ей вдруг захотелось бежать, и она развернулась, уже намеревалась начать обратный ход, как услышала за своей спиной приятный, бархатистый, тёплый и ласковый голос принца Энри, которая кликнула, взяв её руку в свою и прижав к своей груди. «Милая моя Эль, куда ты? Как я счастлива, что ты вернулась ко мне, моя самая прекрасная на свет тебе принцесса!» И тут, сама не понимая, что происходит с ней, принцесса Эль поцеловала принца Энри. «Господи, произнесла Эль, неужели это не сон? Как прекрасно! Я тебя люблю, моё самое дорогое сокровище на свете, моя богиня, и теперь мы будем вместе всегда, потому что я прошу, чтобы ты стала моей женой и правила со мной в моём королевстве». Через три дня принцесса Эль и принц Энри поженились, и была у них самая красивая свадьба на свете, и жили они долго и счастливо, то в одном королевстве, то в другом. Те, кому нравятся, имели очень гармоничную семью, построенную на взаимном уважении и любви друг к другу, и родилось у них много маленьких прелестных ребятишек, и каждый вечер вспоминали свою историю, которую позже пересказывали их внуки свои, а те, в свою очередь, правонукам, превратившись в итоге в легенду. Живите и любите, и пусть на вашем пути встретится ваша истинная любовь, которая продлится вечность. Конец. Благодарю за внимание. С вами была Эра Люкс. Надеюсь, вам понравилась моя сказка. Я желаю вам от всего сердца, чтобы у вас была такая же любовь, настоящая, искренная, и также счастье в семье, семейная жизнь. Этот год 2024 признан годом семьи. Так что верность, любви и семьи, благополучие вашей семьи, семейного благополучия. С вами была Эра Люкс. Всем пока.